Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы на канале Вязалочки с Наталочкой. Сегодня я хочу похвастаться своей новой игрушкой. Ссылку на мастер-класс и автора я оставлю под описание. Игрушка для сенсорного развития детей группы раннего возраста. Ну и сейчас много детей с нарушениями ЗПР, ЗРР. Для этих детей тоже может служить эта игрушка для развития сенсорных навыков. А также это игрушка для того, чтобы дети выучили основные цвета. Если вы заметили, то вот как раз у нас колечки. Да, Васенька, отойди, пожалуйста. Тоже пришла на игрушку посмотреть. Они основных цветов. Красный, зеленый, желтый и синий. Это не просто игрушка. Это игрушка-пирамидка. Вот так одним движением руки снимается головушка у нас, наша жиравушка. И снимаются колечки. Вот как я уже и говорила, красное колечко, зеленое колечко, желтое колечко и синее колечко. И остается вот такое вот основание. Внутри стержня нет. Хорошо набита просто-напросто деталька. Вот здесь в середине автор рекомендует оставить крышку. Я так крышку сюда и поставила. Что еще хочу сказать. Немножечко изменила я свою модельку. У автора есть пузико. У автора этой игрушки нет хвостика. Я сделала хвостик. А также у автора немножечко другая мордочка. Там рекомендовано сделать глазки. Я сделала глазки бусинками, а не связала их крючочком. Вот такая вот шикарная игрушка для развития сенсорики и обучения основным цветам наших детей раннего возраста. Также хочу сказать, что чуть-чуть изменила ножки. Почему изменила? Сделала бы такие, как у автора были рекомендованы в ее описании игрушки. Но не хватало у меня пряжи. Вот это мне оставались остаточки, из которых я вязала. Потому что я эту пряжу использовала еще и для другой игрушки. Поэтому я сделала просто копытца на ножках. Вот они просто копытца идут. Игрушка легко переносится. Если надо, можно ее кинуть, постирать. Глазки хорошо пришиты. Даже если ребенок будет облизывать игрушку. Игрушка сделана у нас из детского акрила. И ребенок может на первом этапе, для того, чтобы сначала разработать координацию своих ручек, просто-напросто одевать наши вот так вот колечки на пирамидку. И потом одевать головушку на пирамидку. А также, когда вы уже обучаете ребенка, вы можете, например, дать сначала ему указание. Найди синее колечко. Он возьмет у вас синее колечко. Найди зеленое колечко. Ребенок возьмет зеленое колечко. Найди желтое колечко. Ребенок возьмет желтое колечко. Возьми красное колечко и одень на пирамидку. И вот тогда ребенок, уже умея одевать колечки, оденет на пирамидку. Возьми синее колечко и одень на пирамидку. И будет ребенок одевать на пирамидку. Возьми зеленое колечко и одень на пирамидку. Одевает. Ой, какие бусы получились у жирафчика. Давай оденем головушку и еще раз повторим, из каких цветов же у жирафчика бусики или можно сказать шарфик. Это какой цвет? Правильно, красный. А это какой цвет? Правильно, синий. А это какой цвет? Правильно, зеленый. Даже если ребенок не говорит, вы можете ему уже подсказывать и в любом случае на подкорку информация будет записываться. А также я хочу сказать, если ребенок, например, затрудняется, вы можете подсказать. Скажи, пожалуйста, какой это цвет? Ребенок затрудняется, вы подсказываете си, и ребенок отвечает синий. Правильно, а это какой? Зе, зеленый. Правильно. Также хочу сказать, что можно сделать вот фотографии, например, вот в таком варианте шарфика. Сейчас разберу пирамидку, еще вам покажу. Например, поменять и сделать вот в таком варианте фотографию. Потом поменять и сделать немножечко в другом варианте фотографии. И уже развивать внимание ребенка. И сказать, показывайте фотографию на мобильном телефоне или распечатанную фотографию. Вы говорите, собери, пожалуйста, пирамидку так, как она собрана у меня на картинке. Или собери пирамидку так, как она у меня собрана в мобильном телефончике. Одень жирафчику такой шарфик, как у меня на картинке. Одень жирафчику такие бусики, как у меня на картинке. А еще, уважаемые друзья, следующий этап использования нашей пирамидки, это может быть также развитие внимания. Например, вы говорите, посмотри на нашу пирамидку. Ребенок смотрит, даете ему две минутки. Запомни, какие цвета у на шарфике. Ребенок запоминает. Потом вы говорите, а теперь закрой глазки. Ребенок закрыл глазки, а вы меняете, например, один цвет. Вот так вот. И говорите, открывай глазки, посмотри, что изменилось у нашего жирафчика. И ребенок говорит, что у нашего жирафчика появилось другое колечко. Заместо синего появилось внизу красное колечко. Или же другой вариант, более легкий. Посмотри на жирафчика, запомни, какой у нас жирафчик, какой у него шарфик. Ребенок внимательно смотрит и запоминает. Закрой глазки. Ребенок закрыл глазки. А вы взяли и вот так вот просто-напросто поменяли колечки местами. И говорите, посмотри на жирафчика, что в нем изменилось. И ребенок уже вспоминает, как стояли колечки. И говорит, зеленое колечко было снизу, а желтое сверху. Когда дети знают уже понятие 1, 2, 3 или первое, второе, третье, то они используют. Первым было желтое колечко, вторым было зеленое колечко. А теперь зеленое первое колечко, а желтое второе. Вот такая чудесная пирамидка у меня есть. Как я уже говорила, это описание самой пирамидки не мое, не мой мастер-класс. Ссылку на это описание я оставлю под видео. Вы были на канале Вязалочки с Наталочкой. Я вам желаю удачи, всего самого лучшего. Подписывайтесь на мой канал. И у нас все будет хорошо. Пока-пока.